Дышите глубже! Самарский Кулебин придумал прибор, позволяющий точно определить, насколько загрязнен воздух. Мой друг уехал в Магадан. Жителям Самарской области предлагают по бесплатному гектару на Дальнем Востоке. Все лучшее детям городские депутаты заглянули в столовые детсадов. Оценили потенциал. В День науки Самарским Эйнштейнам вручили награды. Московские гастроли, номинант золотой маски, спектакль «Леди Маг» Венцентского уезда отправится покорять столичного зрителя. Экологическая лаборатория в маленькой коробочке. Самарские ученые создали уникальный по своим параметрам измеритель веществ. Мобильный газовый хроматограф даже в полевых условиях за несколько минут выдает точные данные о присутствии вредных веществ в воздухе, в воде и почве. Позволяет выяснить, есть ли опасные соединения в строительных материалах и даже определить, болен ли человек шизофренией. При этом работает в десятки раз быстрее существующих аналогов. Марина Кравцова узнала, станет ли самарская разработка мировым прорывом в химических измерениях. Вычислить и проанализировать практически все. Газовый хроматограф – неотъемлемый атрибут в работе множества специалистов. Сфера применения от нефтяной промышленности до экологического мониторинга. На поток поставлены достаточно громоздкие приборы. Измерения на таких проводят в лабораториях. Ученые из Самарского университета выводят науку из стен кабинетов. Они изобрели микрохроматограф. Тот же прибор, но гораздо меньше и удобнее в применении. Нанотехнологии в действии. Это хроматографическая колонка. Один из основных элементов анализатора. Изобретение самарских ученых. Такая маленькая пластинка, которая заменяет собой вот эту объемную катушку. В том числе за счет этой технологии удалось превратить 25-килограммовый объемный шкаф в компактную коробочку, которая может заменить собой целую передвижную экологическую лабораторию. Изобретение в работе молодые ученые демонстрируют на примере простой зажигалки. Пробу отправляют в аппарат и на экране компьютера появляется график. Он показывает наличие и соотношение двух видов газов в жидкости. Быстрота реакции еще одно преимущество самарской разработки. Если в обычном хроматографе среднее время анализа 15 минут, то компактная новинка справляется с тем же заданием всего за полминуты. Прибор позволяет определить состав нефти и газа, качество строительных материалов, поможет узнать криминалистам, был ли совершен поджог. Передовая разработка уникальна и для медицины по выдыхаемому человеку воздуху. Можно узнать, принимал ли он допинг и даже наличие у пациента шизофрении или сердечно-сосудистых заболеваний. В перспективе микрохроматограф хотят поставить на крыло. Измерения можно будет проводить и в опасных условиях. Фактически мы производим сейчас самый легкий в мире газовый хроматограф. У нас даже существует проект поставить его на КВД-коптер. Мы можем поставить ему программу. Он будет сам проводить облет какого-то предприятия и отсылать данные непосредственно операциям. Самарский прибор в зависимости от назначения весит от 500 граммов до 2 килограммов. Мобильной версией уже заинтересовались экологи из регионов Приволжского федерального округа. Разработчики обещают, что новинка, ко всему прочему, будет на порядок дешевле зарубежных аналогов. Марина Кравцова, Василий Колдашов, События. Заслуженных ученых Самарской области в преддверии Дня российской науки участвовали в оперном театре. Лауреатов президентских грантов поздравил губернатор Николай Меркушкин. Олег Зверев продолжит. День российской науки – один из самых значимых праздников в календаре, считает губернатор Николай Меркушкин. Он отмечается уже 17-й год. Поставшие уже добрые традиции самарские власти и представители научного сообщества собрались вместе, чтобы отдать дань уважения работникам отрасли. От вас зависит очень-очень многое и сегодня, в области, в стране, и особенно завтрашний день. И страны нашей, и, естественно, нашей области. Что мы будем, над чем будем работать, какие у нас будут разработки. Работа для ученых в Самарской области немало. Научным исследованиям в губернии уделяют особое внимание. Сегодня на территории региона создается масштабный технополис «Гагарин-центр». По словам губернатора, в этом комплексе будут сосредоточены самые передовые космические и авиационные разработки. Задачи перед учеными стоят более глобальные, чем в прошлом году, который выдался для самарской науки весьма плодотворным. При поддержке правительства губернатора, по-моему, совершили в 2016 году огромный прорыв. Мы все вместе построили космодром восточный, запустили нашу самарскую ракету «Союз» с новым разгонным блоком «Волга» и с двумя космическими аппаратами. Самым выдающимся ученым вручили награды. Их оказалось 13 человек. Шестеро в прошлом году также получили президентские гранты. Например, за разработку в сфере обслуживания стартовых комплексов ракет-носителей. Олег Зверев, Сергей Ромашов, Станислав Левин. События. Дальний Восток станет ближе. Самарцам предложили бесплатный гектар земли на самых удаленных точках России. Землей можно пользоваться пять лет. Россияне могут открыть свой бизнес, построить фермы. Программа действует всего неделю и уже каждый пятый готов участвовать. Как настроены самарцы и чем их может привлечь Дальний Восток, выясняла Олеся Корецкая. Осваивать Дальний Восток россиян приглашают не первый раз. В среднем каждые 80 лет. Репутацию закаленных людей, готовых к любым испытаниям, дальневосточникам принес фильм «Девушка с характером». Шесть миллионов квадратных километров. Треть России. Граница с Китаем, Кореей, Японией и США. Масштаб страны, в которой мы живем, самарцы могут почувствовать на себе, получив бесплатный гектар земли. Более ста возможных вариантов использования, начиная с животноводства, сельское хозяйство, туризм и возможные варианты иной предпринимательской деятельности, связанные с индивидуальным жилищным строительством, развитие туристического бизнеса, строительство заводов, каких-то мини-фабрик. Сто дальневосточных соток даются в бесплатное пользование на пять лет. Потом или брать в аренду, или выкупать. Программа «Дальневосточный гектар» действует всего неделю, и уже поступило больше 50 тысяч заявок от желающих покорить восточные дали. В основном это молодежь до 24 лет. Заявка подается через МФЦ. Документов минимум. Профильные ведомства контролируют всю бумажную работу. А вот что ожидает новых дальневосточников на месте, самарцы знают не понаслышке. Каждый третий оказался выходцем с Дальнего Востока. Один самарец уже подал заявку. Кто? Чего пока неизвестно, но мы не теряем надежды сделать репортаж из Дальнего Востока. Олеся Корецкая, Станислав Левин. События. Вкусно как дома. В детских садах Самары стараются готовить еду не только полезную, но и как положено по нормативам. Но и вкусную, иначе дети есть не будут. Но в последнее время депутатам гордома стали поступать сигналы от самарцев, что в некоторых садах малыши все-таки есть отказываются. Народные избранники отправились на детсадовские кухни. Угощение для ребят попробовала и Марина Матвейшина. Утром запеканка и какао, на обед суп и картофельное пюре. Малыши с аппетитом уплетают все, что приготовили для них в детском саду. Повара стараются угодить, чтобы было и вкусно, и полезно, и красиво. Дети самые честные критики. Из вежливости есть не станут. Дети любят вот сегодня у нас картошка хорошая и вот гуляш. Они обычно вот это самые любимые блюда. Они все время, картошка будет, картошка будет, и обычно на ужин булочки спрашивают. Чем подчуют детсадовцев и как это все готовится, посмотрели депутаты гордумы. В детском саду номер 149 дети едят четыре раза в день. Меню составляется заранее, на 25 дней вперед, с учетом потребностей растущего организма. Работаем мы здесь по цикличному меню, который согласованно с Роспотребнадзором. Повторений блюд в течение 24 часов нет. Все, что приготовили, мы оставляем в пробу, чтобы любая контролирующая организация могла проверить, посмотреть. Я правильно понимаю, не все официально трудноустроены в карминадзором. Абсолютно. Раньше в сад привозили уже готовую еду, но пару лет назад от этой системы отказались. Оборудовали пищеблок и теперь все готовится здесь. Это намного удобнее, говорит заведующая, и безопаснее. Контроль с моей стороны, неукоснительно выполняются, так скажем, все поручения и все замечания. То есть ежедневно я здесь контролирую питание нашего детского сада. Депутаты проехали по нескольким детским садам и изучили меню дня. Оно в открытом доступе и для родителей. Можно внести свои предложения. Раз в месяц среди родителей проводят опрос. Дети, пользуясь случаем, тоже заявляют о своих желаниях. Просят давать пельмени. Желательно каждый день. Марина Матвеевична, Григорий Плешаков. События. Мы можем, я могу. Под таким лозунгом прошел всемирный день борьбы против рака. По этому случаю на все вопросы об этой серьезной болезни ответил главный врач самарского онкодиспансера Андрей Орлов. Специалист рассказал о том, как предупредить опухоль и как ее лечить в Самаре. Совет медицинского эксперта выслушал наш корреспондент. Рак не приговор, если его выявить на ранней стадии, уверяют врачи. А такая возможность есть у каждого самарца. Достаточно обратиться в поликлинику по месту жительства, где специалисты проведут диагностику. Если в 12 году данный показатель, то есть выявление на первой, второй стадии составлял 52 процента, то по итогам 2016 года данный показатель составляет 63,6. То есть отмечается значительный рост, а следовательно, чем раньше мы выявляем рак, тем выше вероятность, что от данного недуга можно полностью излечиться. Рак – это общее название онкологических заболеваний. У врачей есть свой топ-5 среди страшных диагнозов. На сегодняшний день рак легкого занимает первое место. То есть он занимает основные позиции, порядка 16 процентов. Далее за ним следует рак толстой прямой кишки, как я сказал. Второе место занимает по смертности. Третье место занимает рак желудка по итогам 2016 года. На четвертое место сейчас опустился рак молочной железы. Далее на пятом месте гемобластоза, то есть рак крови, если говорить банально. Причины развития рака кроются в образе жизни. Алкоголь, курение, малоподвижная работа и вредное питание. Эти факторы могут стать причиной возникновения рака или усугубить течение болезни. Медики советуют хорошо питаться и побольше двигаться. Тем более, что здоровый образ жизни сейчас в тренде. А в случае заболевания сразу идти к врачу, а не заниматься самолечением. Сергей Ромашов, Дмитрий Мешканцов, События. С начала 2017 года Автоваз увеличил продажи на 5 процентов. Сколько машин отечественного производства было продано в январе, знает наш экономический обозреватель Лариса Шалафаст. Здравствуйте. Нефть сегодня медленно растет после падения накануне. За один баррель марки Brent дают 55 долларов 60 центов. Валюта дорожает. Курс на 8 февраля. Доллар 59 рублей 19 копеек, евро 63 рубля 23 копейки. Золото стоит 2306 рублей, серебро 32 рубля 62 копейки за грамм. В самарских банках сегодня дешевле всего. Доллар можно было купить за 59 рублей 60 копеек, дороже всего продать за 59 рублей 15 копеек. Китай планирует поставлять в Россию сверхскоростные поезда. Составы способны разгоняться до 400 километров в час. Автоваз за первый месяц этого года увеличил продажи на 5 процентов. В январе реализовали больше 16 тысяч машин. А в Самаре экс-владелец дома печати снова победил на торгах по имуществу. На аукцион единым лотом выставлялись 4 земельных участка в центре Самары и 11 зданий типографии. Стартовая цена составила 646 миллионов. В итоге имущественный комплекс дома печати продан в 6,5 раз дешевле начальной стоимости. Почти за 97 миллионов рублей. На этом все. Удачи в делах. 8 сантиметров снега выпало в Самаре выходные. Чистка улиц идет и днем и ночью. Только за минувшие сутки коммунальные службы вывезли на городские полигоны 7 тысяч тонн снега. Завалы расчищали с помощью спецтехники и вручную за снежным боем наблюдала Олеся Корецкая. Снег с самарских улиц бойцы коммунального фронта убирают каждый день. На Пензенской первым делом после снегопада дворники очищают тротуары и остановки. В помощь людям малая техника, которая специальным ножом и щеткой счищает наледь. Ночью выходит тяжелая техника. То есть МДК происходит уборка проезжей части дорог, происходит поджим снега, вывоз снега происходит по ночам. Зима снежная, да. То есть в последнее время очень много снега выпало. То есть тяжело, но справляемся вроде помаленьку. Расчищенные дорожки посыпают реагентами и смесью соли и песка. Убирают снег в две смены. Днем главное расчистить остановки и тротуары. Нет, ну бывает, конечно, тяжело в морозные дни. Ну а так вроде ничего. Когда работаешь, не так ощущается. Снег убираем, песком посыпаем. В основном, естественно, сначала остановки, пешеходные переходы. Помогает рабочим небольшой погрузчик. Этот юркий малыш легко расчищает проходы и проезжую часть. Сдвигает снежные завалы туда, где они не будут мешать. Затем их увезут на полигон. Алексей Николаенко работает водителем погрузчика год. Привык легко маневрировать на городских улицах между машин и вечно спешащих самарцев. Автомобили буквально все заполонили. Они часто мешают коммунальщикам приводить улицы в порядок. Особенно ночью, когда большинство паркует машины у обочины неподалеку от своих домов. Именно в это время на улицы выходит тяжелая техника. В ночное время для борьбы с снегопадом на дороге вышли 229 единиц специальной техники. К утру основная часть магистрали была прочищена. Движение было достаточно удовлетворительным. В дневную смену на дорогах работали 154 единицы. К утру большая часть улиц, по которым ходит общественный транспорт, были расчищены. Самарцы дают оценку. Вообще, как хорошо. Вот эти вот маленькие, которые есть, да, они очень хорошо упираются. Я имею в виду вот эти уборщики. Потому что мы и с ребенком гуляем, брудничок у нас. Прям вообще вот эта вот улица до Владимирской прям вообще прекрасна. Как здесь убрали нравится. А то, что у нас во дворах творится, совсем безобразие. На дорогу стали убирать, но дворы все-таки оставляют желать лучше. Здесь хорошо, молодцы, нет, не скользко. За порядком во дворах должны следить управляющие компании. Как они справляются со своей работой, проверяют административные комиссии и городская административно-техническая инспекция. Те, кто не справляются, получают предписания и штрафы, чтобы бой со снегом на самарских улицах шел еще активнее. Я бы оброшу и в том числе районы организовать работу по расчистке закрепленной территории кварталки и дворовой территории, обращаясь в этой части. Сегодня к вечеру доложить процент уборки и жесточайшим образом ни в квартал сейчас, ни во двор. Если во двор зайдешь, то в квартал не проедешь. Разговоры о том, что в Самарской области разгулялись аномальные морозы и небывалые снегопады, Василенко называет спекуляцией. Подозревает, что кто-то просто не хочет работать. К таким прогульщикам обещают применить самые жесткие меры. А очищенные улицы самарцам обещают показать уже завтра. Олеся Корецкая, Сергей Ромашов, Дмитрий Мешканцов, Константин Головин. События. А теперь коротко о других событиях дня. В Новокубышевске 8 тысяч жителей эту ночь провели в холодных домах. Там продолжаются работы по устранению порыва на магистральном трубопроводе. Коммунальная авария произошла на улице Максима Горького. В зоне отключения оказались 227 жилых домов в 10 районах города. Сегодня утром отопление появилось в некоторых домах, школах и детских садах. На месте порыва работают две аварийные бригады. Ушла под лед. Занятия спортом чуть не стоили жительницы Самары жизни. На реке Самары, примерно в 20 метрах от берега, справа от южного моста, под лед провалилась лыжница 55 лет. На помощь ей выехали экстренные службы. Женщину удалось спасти, после чего ей понадобилась помощь медиков скорой. От госпитализации лыжница отказалась. Хищение с территории строящейся спортивной арены к предстоящему чемпионату мира предотвратили ОМОН и сотрудники Росгвардии. Ночью сработала кнопка экстренного вызова полиции. Сотрудники охраны заметили подозрительный автомобиль на территории комплекса. В кузове грузовика прибывшие силовики обнаружили электрические кабели металлоконструкции. Никаких объяснений 45-летний водитель машины дать не смог. По предварительным данным сумма нанесенного ущерба составила 100 тысяч рублей. Четыре часа спустя в полицию поступил еще один сигнал. На этот раз были задержаны двое жителей Таджикистана. Молодые люди пытались вынести со стройки электроприборы. По обоим фактам ведется проверка. ДТП с участием общественного транспорта произошло в понедельник вечером в Самаре. На пересечении улиц Советской и Ставропольской второй вагон трамвай номер 24 сошел с рельсов и врезался в опору линии электропередач. В результате оказалась повреждена контактная сеть. Движение трамваев было полностью парализовано. На место происшествия выехали сотрудники ТТУ. Они отогнали поврежденный вагон в депо, после чего движение было восстановлено. Золотые руки. В Самаре откроется выставка декоративно-прикладного творчества и ремесел в рамках фестиваля «Рожденные в сердце России». Увидеть работы можно будет, начиная с 9 февраля в музее Алабина. Минувший год был годом кино, поэтому мастера раскрыли эту тему через призму народного творчества, соединив традиции и современность. Отпустив свою фантазию в мир кинематографа, посетители увидят работы, представляющие образы узнаваемых киногероев. А сама выставка – это символические кинопробы для предметов, достойных стать антуражем для киносказки. Спектакль, который почти 30 лет был запрещен к показу. Леди Магбет Мценского уезда в постановке Самарского театра оперы-балиты готовится покорять столицу. Уже 22 февраля артисты выступят на фестивале «Золотая маска», опера представленная в пяти номинациях. Когда ждать итогов самой престижной театральной премии страны, знает Алина Чемерис. Наставление артистам перед московскими гастролями. На сцене отмеченная в пяти номинациях на «Золотой маске» Леди Магбет Мценского уезда. С первых минут перед зрителем – главная героиня. Опера начинается с напряженного разговора Катерины Львовны со свекром. Своё произведение Шостакович назвал трагической сатирой. При постановке по мотивам повести Лескова композитор и либретист поменяли лишь мотивы поступков Катерины Львовны. Авторы сделали её не только порождением купеческого быта, но и жертвой жизненного уклада того времени. У оперы непростая судьба. Публика впервые увидела спектакль в 30-е годы. Назывался он, как и повесть, леди Магбет Мценского уезда. Тогда постановку жёстко раскритиковали, и она исчезла со сцены почти на 30 лет. Позже Шостакович сделал новую редакцию и назвал её Катерина Измайлова. Этот вариант в дальнейшем и был показан в Москве. В Самарском театре оперы и балета представлена первая редакция спектакля. Поставил её известный режиссёр Георгий Исаакян. Премьера оперы состоялась в мае прошлого года в честь 110-летия со дня рождения Дмитрия Шостаковича. И то, что у Самарского оперного театра сегодня достает сил для того, чтобы играть, наверное, одну из самых сложных партитур в мире, партитуру Шостаковича, причём первую редакцию леди Магбет Мценского уезда со всеми её невероятными сложностями и для оркестра, и для солистов, и для хора. Конечно же, в первую очередь, это заслуга театра, его художественного руководства. Номинантами «Золотой маски» артисты Самарского театра оперы и балета становились и в прошлом году. Тогда этой честью удостоился спектакль «Дама пик». Постановка леди Магбет Мценского уезда на главной театральной премии страны представлена в пяти номинациях. Качественно поменялся уровень спектаклей, и мы поднялись на какую-то вот эту ступеньку, и после прошлого года, когда мы были номинированы, уже, конечно, ниже планку задавать никак не хочется, поэтому только поднимать и поднимать планку. Я когда разговаривала уже с публикой, с людьми, которые, ну, как бы к музыке не имеют отношения, они сказали, мы посмотрели хороший фильм. Покорить столичную публику самарским артистам предстоит 22 февраля, а уже в апреле на сцене музыкального театра Станиславского и Немировича Данченко назовут имена победителей «Золотой маски». Алина Чемерец, Константин Головин, События. Самарские спортсмены штурмуют вершины пьедестала почёта на Всемирной зимней универсиаде в Казахстане. Накануне очередные медали завоевали лыжники и фигуристы. Что ещё интересного происходит в мире спорта, расскажет Сергей Кизоркин. Здравствуйте, я Сергей Кизоркин, и значит, вы смотрите Самарские новости спорта. Крылья советов перед вторым кругом чемпионата страны по футболу распродают игроков. Тольяттинские фигуристы завоевали серебро зимней универсиады. Самарский лыжник стал трёхкратным призёром зимней универсиады. Самарский лыжник Валерий Гонтарь завоевал третью медаль зимней всемирной универсиады. На этот раз он стал чемпионом в эстафете на 7,5 километров. До этого Гонтарь выиграл индивидуальную гонку и финишировал вторым в гонке преследования на 10 километров. В среду 8 февраля Самарский лыжник примет участие в массовом старте на 30 километров. Представители Самарской области продолжают триумфально выступать на всемирной зимней универсиаде в Казахстане. Лыжников поддержали фигуристы. Тольяттинский дуэт Софьи Евдокимова и Егор Базин выиграли серебряные медали в танцах на льду. Из крыльев советов ушли два игрока, но пришёл один новый. Самарский футбольный клуб заключил контракт с защитником Георгием Зотовым. Перед этим он играл за Донецкий Металлург, Махачкалинский Анжи и Краснодарскую Кубань. А вот с защитником Алексеем Концедаловым досрочно расторгли контракт. Ещё одна потеря и ещё один защитник Тимофей Маргасов. Он перешёл в московский локомотив. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. На этом наш выпуск завершён. Мы рады вам сообщить, что у нас почти 12 миллионов просмотров на Ютьюбе. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Удачи вам! Увидимся! Субтитры подогнал «Симон» «Симон»